А еще в его часть названа наша улица, на которой мы с тобой живем. Улица Бориса Кобзана. На экране короткометражка «Дорогами войны». Режиссер ленты, шестиклассник Руслан Шушкевич. В основе 10-минутного сюжета лежит прогулка в лесу брата и сестры. Во время сбора грибов дети находят каску. Так и начинается их погружение в далекий 41-й. Затем Руслан и пятилетняя Анечка попадают в краеведческий музей. Здесь старший брат рассказывает детали Великой Отечественной. Об исторических подвигах и людях, которые во имя Родины шли и в огонь, и в воду. Там Аня мне задала вопрос. Смотри, Руся, давай попросим маму купить нам такие красивые значки. И там я ей говорю, что это не значки, а ордена и медали, которые нельзя было купить, а их можно получить только посмертно. Чаще всего посмертно. Мы оказались на вечном огне, и мы начали читать эту большую книгу со всеми именами героев, с генералами, рядовыми и так далее. Потом мы положили гвоздички и сказали, мы помним, мы гордимся. Этот ролик стал обладателем приза зрительских симпатий на 10-м кинофестивале «Юный режиссер». К слову, за всю историю конкурса Руслан Шушкевич – самый молодой участник. А вот первое место второй год подряд достается Анне Хмелевой. Её картина «Ким Баглай. Не во сне, а наяву» рассказывает про 14-летнего разведчика из Бавруйска. Актёрами становятся одноклассники девочки. Они по задумке идут на экскурсию в музей. Однако одного из школьников тема войны не интересует, и он там засыпает. Ну что я сюда пришёл? Саша, ну что ты себе там под нос бугнишь? Слушай, ты мешаешь, интересно же. Что тут прямо такого интересного? Ты же ничего не знаешь, ты даже не слушаешь. Послушай, какие же несмелые были, выполняли разные поручения. Не вижу ничего героического. Подумаешь, листовки расклеивали, информацию добывали. Ничего ты не понимаешь. Вот бы тебе туда отправиться, тогда бы точно на месте разобрался, страшно, опасно или нет. Он за основной экскурсией волшебным образом попал в годы Великой Отечественной войны, познакомился с мальчиком. И действия фильма происходят как раз-таки про вот эти вот события. На фестивале своей работы представили семь человек. Подход и задумки абсолютно разные, но тема одна – подвиг героев. Церемония награждения победителей в 2020-м прошла в другом формате, без предварительного просмотра. После короткого вступления режиссёрам вручили дипломы и подарки. К слову, короткометражки можно посмотреть на официальной страничке кинотеатра «Товарищ» в Инстаграм. Там десятки положительных комментариев, сотни лайков и просмотров. Я просматриваю фильмы каждый год. И я хочу сказать, что эта тема, как ни в один год, наверное, раскрыла самих детей, раскрыла их потенциал. То есть они настолько прониклись, они не просто сняли. Самое главное не просто снять фильм, камеры поводить, а ведь они проделали огромную работу. Они изучили историю, многие из них побывали в музее, в Вечном огне. Они изучили историю героев Белоруссии, Бобрущины в частности. Поэтому я считаю, что мы правильно поступили, что именно эта тема была. А ребята справились. Ну, если на школьном ездике, то по десятибальной системе. Принять участие уже в 11-м фестивале может каждый школьник. Заявки начнут принимать уже в феврале. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруиск, 360.